Выполнение своих обещаний Чингис Хан Главный руководитель проекта Джан Гуамин Идея Гэццян Сценарий Шу Чжи Сянь Чжу Яутин В главных ролях Баллин, Са Жень Гауа, Джао Хэнь Сюан Главный оператор Гэ Житу Постановка трюков Цэ Вэй Чун Музыка Джан Чаньи Главный продюсер Батыр Режиссер Чжу Вэйн Се Двенадцатая серия За нашу победу над татарами Все до дна Двенадцатая серия Двенадцатая серия Двенадцатая серия Двенадцатая серия Джолме Отправь пленным татарам молочной водки Да побольше отправь Пусть они напьются Есть Давайте Давайте Попьем еще Эй, татары! Поднимайтесь Выпейте молочной водки Ваш Жилинбухэ уже мертв Значит, больных овец стало на одну меньше Вы теперь подчиняетесь нашему хану Разве это не хорошо? Ладно Кто вы такие? Что за люди? Кем вы были для Жилинбухэ? Самыми близкими ему людьми были его домашние слуги У вас же теперь новый хозяин Но жизнь ваша останется прежней Наш хан сказал принести вам молочной водки Если у вас на душе радость, выпейте и веселитесь Если на душе плохо, утопите печаль в вине Все равно вина нет разделения на друзей и врагов Всем, кому хорошо, пейте сколько душе угодно Эй, генерал Куда вы дели мою дочь? Куда вы ее отправили? Твою дочь кто-то увел? Не может быть Хан сказал, что трофеи будут разделены поровну после сражения Нет, ее точно увели Воин лет тридцати Похоже, Нукер Хана увел ее Не беспокойся Я старший племени Только покажи мне этого мерзавца, который увел твою дочь, и я разберусь с ним Ладно, пошли со мной Челаун Пойди, позови свою сестру Есть Как давно мне не было так хорошо Ах, как хорошо Люди, которые живут в центральной части степи, знают толк в жизни Они спят на штуке, у которой четыре ноги Знаешь, какая она? Как лошадь? Нет Как корова? Нет Тогда точно как верблюд Разве ты не можешь назвать что-нибудь, чего нет в степи? Ладно, уходи Иди Есть, Хан Пойдем, скорее Не беспокойся Он хороший человек Помни, что я тебе говорила Помню Только я немного боюсь Не бойся Я буду поблизости Пошли Кто идет? Это я, Челаун Хан хочет видеть ее Я проведу ее Пошли Иди Хан сказал, что никого не хочет видеть Я знаю Джабе Мухаали тоже здесь Джалме Хан не хочет никого видеть Я здесь не для того, чтобы увидеть Хана Я ищу кое-кого другого Кого ты здесь хочешь найти? Один сукин сын нарушил приказ Хана и украл дочь этого человека Почему же ты так уверен, что найдешь его здесь? Другие места я уже осмотрел Хорошо Мы часовые все здесь Смотри сам Ике Челян, подойди Смотри, это он? Это вопрос жизни и смерти, поэтому хорошо осмотреть Не разговаривать Ике Челян Смотри внимательно Это он или нет? Немного похож Что? Но ростом тот, кажется, был пониже Посмотри на других Вот он Это он? Это он украл мою дочь Челаун Что ты можешь сказать в ответ? Я? Мне нечего сказать Брат Однажды ты спас Хану жизнь Если тебе нужна женщина, просто попроси Хана найти для тебя одну Зачем же нужно было воровать женщину? Ничего не поделаешь, я должен тебя арестовать Хорошо Не стоит церемониться У меня много недостатков, но вежливость не относится к ним Где его дочь? Этого я тебе не могу сказать Хэй Да ты, наверное, еще не знаешь, что мы можем сделать с тобой, чтобы ты заговорил Ладно, заприте его пока Пусть Хан завтра сам определит для него наказание Увидите его Хэй 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 Хэдаан Вставай скорее Ты кто? Кто ты? Я татарка Как ты сюда попала? Хан Это я позволила ей войти Хэдаан Так это ты все подстроила? Да Как тебя зовут? Я зовут Есуган Кто сегодня дежурит снаружи? Я? В чем дело, Хан? Что случилось? Передай старшему в племени, Джалме, чтобы без моего приказа никого не впускали Есть Я обидела Хана Прошу Хана наказать меня Не бойся Я не буду наказывать тебя Ты очень красива Скажи мне, какой титул ты бы хотела получить? Хан Я твоя пленница Какой же титул я могу хотеть? Позволь мне быть твоей простой служанкой Я почту это за честь Только вот мой отец Яко Челян Он второй после вождя Желинбуха человек В татарском племени Я не убью его при условии, если он сдастся и будет честно служить мне Я даже могу сделать его своим генералом Спасибо, Хан Хорошо Отныне ты Моя жена Ясуган Благодарю, Хан Хан У меня еще есть старшая сестра Сестра? Что с ней? Она красивее и умнее меня Она действительно заслуживает того, чтобы стать женой Хан В самом деле Ясуган не посмеет преувеличивать Хорошо Я сейчас же отправлю людей найти ее Но когда ее найдут, тебе придется уступить ей свое место С позволения Хана я поступлю именно так И уступлю сестре почетное место У тебя не только красивое как цветок лицо, но и доброе сердце И у тебя есть старое Иди каминия Иди каминия Иди каминия Иди каминия Хан Ты только что мне пообещал Хан Джалме, объяви мой приказ Среди пленных татар найти девушку по имени Ясуй и немедленно привезти ее ко мне Есть, Хан Вчера вождь татар Якичелян обвинил одного из твоих нукеров в том, что тот украл его дочь Ясуган Знаю Приведите мне этого Якичеляна Я должен познакомиться со своим родственником Хан, к чему такая спешка? О, да, я понял Если понял, так выполняй быстрее Gibi QR Билан, в чем дело? Хан приказал найти среди пленных татар девушку по имени Ясуй Быстрее сюда Вы туда Касан сколько у тебя пленных мужчин татар? Тысяча. Если прибавить детей и женщин, будет тысячи три. Около того. Я еще не считал. А тебе встречалась девушка по имени Ясуй? Нет. Эй, зачем ты ее ищешь? Субутай! Ясуй нашли. Где? В лагере Харчи. Так почему ты ее не привез? Харчи хочет взять ее в жены. Разве ты не сказал ему, что хан хочет ее видеть? Я говорил. Но он сказал, что хан сам обещал ему, что тридцать прекрасных девушек станут его женами. Хан действительно говорил это. Как же нам быть? Только один человек может решить этот вопрос. Кто? Джалме. Не бойся. Давай поговорим. Я тоже один из заслуженных основателей монгольского племени. Я личный советник Хана. Это большая удача для тебя стать моей женой. Вставай. Давай. Вставай. 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 Харчи. Вы, вы. Чего вам нужно? Оденься. Хан хочет видеть тебя. Джалме. Почему ты ведешь себя, как голодный волк в овчарне? Харчи. А ты почему ведешь себя, как взбесившийся бык? Погоди, погоди. Я забрал к себе эту женщину. Я с ней и разберусь. Разве ты забыл, что накануне наступления Хан изменил старые обычаи, по которому каждый забирал себе награбленные? Теперь все трофеи должны распределяться Ханом в соответствии с заслугами. Разве я с моими заслугами не могу взять эту женщину? Не волнуйся. На я. Ты с твоими заслугами достоин лишь вот таких женщин. Ты, ты... Убирайся! Хан, жена Хана Ясую. Жена Хана Ясуган. Садитесь. Сегодня мы начинаем курилтай. Хоть я и являюсь вашим ханом, нам необходимо продолжать традицию наших предков и, сообщаясь с генералами и главами родов, обсуждать на курилтай важнейшие вопросы нашего племени. Должно быть внесено лишь одно изменение по сравнению с прошлыми годами. Генералы и главы родов, допустившие серьезные просчеты и ошибки, не допускаются на курилтай. Сейчас я попрошу Доритая покинуть наше собрание. Меркиты, которые украли мою жену и вторую жену моего отца, были уничтожены ханом Таарилом. Жаль, что их главному генералу Тахта-Абеки и его сыну Худу удалось бежать к Найманам под покровительство хана Тайяна, и у меня нет возможности их наказать. Но вечное небо было благосклонно к нам. Мое копье Сулудина настигло вождя татар Жалинбухэ. Вы знаете, почему каждому из вас я отдал пленных татар? Скажи, Шучитай. Для того, чтобы распределить трофеи среди воинов, наградить их по заслугам и воодушевить их на будущие подвиги. Нет, разве ты забыл, что сказал мой отец Ясугай, которого отравили татары перед своей смертью? Я помню. Он сказал, однажды мои потомки отомстят за меня. Они убьют всех мужчин татар ростом выше колеса повозки. Бельгутай, как ты думаешь, как мы должны поступить? Я? На поле сражения я убиваю врагов, не моргнув глазом. Но убивать безоружных пленных у меня рука не поднимется. Да? Но когда ты напал на меркитов, кажется, ты убил немало невооруженных пленных. Дядя Бельгутай, только подумай о том, что татары убили троих наших предков, и тогда ты сможешь покончить с ними. Брат, не волнуйся, мы твои братья поможем тебе. Хорошо. Мы должны покончить с этим делом в период от полуночи до завтрашнего утра. Слушайте мой приказ. Действуйте организованно. Никому не позволено проявлять мягкость и нерешительность. Никто не должен проговориться о нашем плане. Если хоть одному татарину удастся избежать смерти, это будет рассматриваться как предательство по отношению к нашим праотцам. Отец, в чем дело? Иди за мной. Хан только что созвал Курилтай. Отец, хан благоволит, к тебе и ко мне. Нам не нужны неприятности. Нет, дочь моя. Даже если ты получила все привилегии, ты не должна забывать, что ты татарка. Говори, как хан собирается поступить с пленными татарами? Отец, не спрашивай меня. Помни, ни в коем случае никуда не уходи вечером. Оставайся в шатре. Почему? Отец, мне нужно идти. Вы двое идите туда, проверьте, что там случилось. Есть. Эй, генерал Берггутай? А, Лекечелян. Ходил проверить своих дочерей? Да. Говорят, что хан хочет уничтожить всех татар. Это правда? Нет. Хан лишь сказал убить всех мужчин татар, ростом выше колеса повозки. Но вас это, конечно, не касается. Хотя осторожность тоже не повредит. Отец, ты выполнишь приказ дяди? Да, тяжело заставить себя убить тысячу татар за раз. Но если ты откажешься выполнить приказ хана, он накажет тебя. У меня есть идея. Говори. Мы выпустим 500 человек в поле, а остальных 500 убьем. Дядя не станет сам проверять количество убитых. Не жаль и тех 500, которых придется убить. Тоху прав. Да, по крайней мере, мы сможем спасти 500 человек. Нам нужно сохранить наш план в секрете. Ягу, Ясунгэ. Возьмите людей и закройте все выходы из лагеря. Никого не впускайте, не выпускайте. Есть. Тоху, вы с матерью пойдете со мной и поможете мне с теми 500 татарами. Да. Тиму Чжин распорядился, чтобы нас всех убили сегодня ночью. Вы орушаетесь всем, что есть у вас под рукой. Тиму Чжин хочет всех нас уничтожить. Тиму Чжин приказал убить всех мужчин татар ростом выше колеса повозки. Тиму Чжин хочет убить всех татар. Стой! Куда идешь? Я пойду туда, проверю. Это татарин, хватайте его. Отпустите, отпустите меня. Я 10 хана. Брат, ты его знаешь? Нет, не знаю. Но я слышал, что дядя взял двух татарок себе в жены. Тогда как нам быть? Боюсь, он может всем разболтать. Думаю, мы должны его прикончить. Так, чтобы никто и не узнал об этом. Нет. Вы не можете убить меня. Вы не можете убить меня. Идите. Найдите вашего отца. Хасар! Хасар! Я Яки Чжин. Отпустите меня. Отпустите. Он Яки Чжин, отец Есуи Есуган. Ну что? Отпустите меня скорее. Ладно, уходи скорее. Если хочешь сохранить голову на плечах, сиди и не высовывайся наружу. Яки Чжин. Я Духом Багая. Сюда явился и Дух Улимар Хэхэй, которого татары, как и меня, отправили к дзинь и пригвозили к деревянному ослу. Здесь же Дух Есугая, которого отравили татары. Трое праотцов. Где Муджин отомстит за вас? Начинаем. Братья, дадим им отбор. Бейте! Братья, дадим им отбор! Братья! 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 Хан, мы встретили отчаянное сопротивление татар. Мы потеряли многих наших воинов. Кто-то их предупредил. Что нам делать? Убивать. Продолжать убивать их. Одного за другим. Есть. Подожди. Приведите мне этих чертовых татарок, Есуй и Есуган. Передай моим генералам, что мы собираемся в долине у реки. Да. Есуй. Есуган. Отец. Слушайте, вы. Две потаскухи. Это вы разболтали татарам о наших планах, которые обсуждались на Курилтае. Нет. Это не мы. Мы даже своему отцу ничего не сказали. Есуган, поднимись. Не смей преклонять своих колен перед этим каруажадным тираном. Он недостоин того. Закрой рот. Вы две ядовитые змеи. Я по своей душевной доброте сделал вас своими женами и не стал заставлять вас покинуть Курилтай. Вы же разболтали эту важную военную информацию своему отцу. Из-за вас татары оказали нам отчаянное сопротивление и убили многих моих воинов. Вы все еще хотите жить? Это не мы. Нет. Я Кичелян, и ты смеешь отрицать этого? Отец, сознайся во всем. Мои славные дочери Ису и Исуган. Все из-за меня. Из-за меня. Теперь все ясно. Стража, убейте этих проклятых татар. Пошли. Дети мои. Подождите. Не убивайте их. Брат, это я проболтался. Ты? Вчера ночью Кичелян спросил меня, как мы собираемся поступить с пленными татарами. Я не смог соврать, поэтому сказал ему правду. Кичелян, так ли это было? Так. Ты не смог соврать. Какой ты честный. А знаешь ли ты, сколько монгольских воинов погибло из-за татар сегодняшней ночью? Хан, я... Слушайте. Отныне Бельгутай не допускается на военные совещания. Ты можешь заходить только после завершения совещаний. Освободите Ясуй и Ясуган. Освободите их. Не трогайте меня. Я хочу умереть вместе с моим племенем. Сестра. По закону императора я должна умереть. Но ведь ты не передавала татарам секретные изведения. Нет, не передавала. Но только потому, что у меня не было такой возможности. Иначе я обязательно обо всем рассказала бы своим татарам, которые родили и вырастили меня. Если я сегодня приму твои почести и забуду о своих родных и близких, то я ради выгоды забуду свой долг и превращусь, как сказал хан, в ядовитую змею. Ты винишь меня за то, что я убил своих врагов татар? Ты не должен был делать этого. Позволь мне дать тебе один совет в качестве оплаты за прошлую ночь. Говори. Ты хочешь править степью, не так ли? Тогда ты должен отпустить этих татар. Что ты понимаешь, женщина? Я понимаю. Я знаю. Когда Джамуха и Таргутай сварили в котлах 70 пленных, ноги отвернулись от этих двух тиранов. Если сегодня ты убьешь всех этих татар, ты станешь таким же тираном, как Джамуха и Таргутай. И тебя будет ждать их судьба. Как ты смеешь проклинать меня? Знаешь ли ты, как на протяжении столетий велись войны в степи? Я хотела сказать тебе об этом, потому что увидела в тебе героя степи. Хан, если ты не убьешь этих врагов, которые посмели оказать тебе сопротивление, возможно, ты не устрашишь своих соперников. Но убив тех, кто сдался тебе, ты заставишь своих врагов сопротивляться еще более ожесточенно. Восстановишь против себя тех, кто, возможно, хочет присоединиться к тебе. Все поднимутся на войну с тобой. Убив своих пленных, ты убьешь своих воинов и свой народ. Сестра Исуй, я пойду с тобой. Шиги Худуху, а ты-то что собрался делать? Я ведь тоже татарин. К тому же я мужчина, татарин выше колеса повозки. Чепуха, ты приемный сын моей матери, мой приемный брат. Ради нашей матери, позволь и мне сказать тебе кое-что. Я хочу спросить, Хана, во время этой резни татар ты потерял больше воинам, чем в сражении с Джамухой, так? Это была плата за неразумный поступок. Сестра Исуи сказала правильно. Ты ведешь войну одну за другой, чтобы отомстить своим врагам. Так чем же ты отличаешься от Тимуджин Уге, Ясугая, Джамухи, Тохта Абеки, Мивуджин Сяулиту Женбухе, который только что умер? В моем сердце живет другой Тимуджин. Ты должен лететь выше и видеть дальше, чем все остальные. Тимуджин! Отдай приказ. Как ты хочешь, чтобы нас убили? Хан, отдай приказ. Подождите, Тимуджин! Я знаю, что монголы помнят и доброе, и плохое. Я твой враг. Я причастен и к убийству ханам Багая, и к отравлению Ясугая. И я готов оплатить своей кровью этот долг. Лишь об одном прошу тебя. Не губи моих людей и моих дочерей. Отец! Ясуй, Ясуган. Тимуджин – мудрейший, величайший правитель степи за последнюю тысячу лет. Так пусть же моя смерть не повлияет на вашу преданность ему. И тогда я умру без сожаления. Я живу успех. Тимуджин – мудрейший, величайший, величайший. Тимуджин. Ай-мудрейший, величайший. Редактор субтитров А. Я буду жалеть всю оставшуюся жизнь о потере такого доблестного героя, как ты. Я благодарю Вечное Небо за то, что оно послало мне твою прекрасную дочь Ясуй. Отныне я позволю ей в любое время напоминать мне о моих ошибках. Даже если она будет мне права или обидит меня, я не стану ее наказывать. Субтитры создавал DimaTorzok Мой уважаемый отец сосватывал меня на борты, и она стала матерью моих четырех сыновей. Мы с ней делили вместе горе и невзгоды, и у нас двоих особая связь. Именно по этой причине я все эти годы не заводил себе других жен или наложниц. Однако даже Харчи хочет иметь тридцать жен. Я пока взял лишь одну, которую и то у меня украли. Не шути так. Нет, я не шучу. Все, что я говорю, правда. Хан может иметь хоть триста жен, покуда он может заботиться обо всех них. Это не проблема. Ладно, оставим пока триста жен в стороне. В этот раз, после победы над татарами, я взял в жены двух татарок, Ясуй и Ясуган. И я уже чувствую вину перед бортом. Я тоже считаю, что Хану стоило поступить несколько иначе. Нет, я не имею в виду, что Хан не должен брать в жены других жен. Просто мне кажется, что Хану следовало заранее предупредить свою первую жену Борта об этом. Думаю, будет неожиданно для нее, если она сразу увидит Хана с двумя новыми женами. А если это повлияет на отношения Хана с его главной женой, это может плохо отразиться на всем племени. Харчи, не хочешь ли ты сказать, что Хану следует отдать своих двух жен тебе? Что тут смешного? Хан обещал мне тридцать жен. Харчи, твои дела мы обсудим позже, ведь сейчас мы обсуждаем дело Хана. Правильно. Харчи, не спеши. Сначала выслушаем мнение Хана. Я просто думал, сможет ли кто-то из вас первым вернуться назад и уладить этот вопрос с Борта. Не смотрите на меня. Я хорош на поле битвы, а улаживать такие дела я не умею. Среди нас дольше всех с Ханом Борчу. К тому же он старше в племени, я думаю, лучше его никто с этим не справится. Нет, нет, не пойдет. Когда я начинаю говорить с женщинами, мой язык становится твердым, как у волка. Борчу. А у тебя жена разве не женщина? Нет, Борчу, действительно, не подойдет для этого дела. Ты подходишь для этого, правильно? Он подходит. Мой брат Субутай поедет назад первым. Чепуха. Да разве я смогу? Да ты сможешь. Ты именно тот, кто нам нужен. Хан, я попробую. Мама, генерал Мухаали приехал. Он говорит, что у него к тебе срочное дело. Да. Наверное, он хочет сообщить, что татары разгромлены. Хотя мы уже знаем об этом. Зови его скорее. Хорошо. Генерал Мухаали. Приветствую тебя, жена Хан. Генерал Мухаали спакал сыночь, торопился к нам. Что-то случилось? Говори. Почему ты молчишь? Что-то с Ханом? Хан чувствует себя превосходно. Значит, что-то с детьми. Ваши дети тоже в порядке. Что-то случилось с одним из генералов? Нет. Тогда в чем дело? Скажи, наконец. Мухаали, ты ведешь себя странно. Ты возвращаешься раньше остальных. Говоришь, что хочешь сообщить мне нечто важное, а потом молчишь? Вы двое оставьте нас. Мухаали, у тебя какое-то тайное сообщение. У меня есть хорошая и плохая весть для жены Хана. Я не знаю, с какой мне начать. Хан не послушал добрых советов его генералов и, пораженный красотой двух татарок, взял их себе в жены. Ты уже сообщил мне эту плохую весть? Нет. Плохая и хорошая весть – одна и та же весть. О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Раньше Хан любил лишь одну тебя. Сейчас же он любит двух других женщин. Это плохая новость для тебя. Раньше ты одна заботилась о Хане, теперь же о Хане заботятся еще две другие женщины. Разве это не хорошая весть? Но я не хочу, чтобы другие заботились о Хане так же, как я. Что сделано, то сделано. Если жена Хана продолжит плыть по течению человеческих чувств, Хан будет еще больше уважать вас за великодушие. Ваш статус первой и главной жены никогда не изменится, и это хорошо. Но если вы будете сопротивляться тому, что Хан взял к себе новых жен, возможно, вы сможете остановить его. Но в ответ он возненавидит вас за то, что не получил того, чего хотел. А это для вас будет плохо. Ничего не может быть хуже этого. Это Хан попросил тебя поговорить со мной. Нет. Хан просил других, но все они не захотели брать на себя это дело, и я вызвался сам. Почему же ты вызвался рассказать мне об этом? Потому что ты мать четырех сыновей Хана, и я не хотел бы видеть, как портятся ваши отношения с Ханом, потому что из-за этого пострадает весь монгольский народ. Значит, неважно, согласна я или нет, ничего уже не изменить? Это не изменить. Ваша милость, не стоит держать в себе обиду. Выплесните ее сейчас. Мухали, возвращайся назад и скажи хану. Я знаю, что передать хану. Я передам хану, что его жена считает, что если у Ясугая, простого вождя, было две жены, то у хана Тимуджина должно быть еще больше жен. Но хану Тимуджину не нужно было отправлять людей, чтобы заранее сообщить своей жене об этом, потому что небом устроено так, чтобы жены любили своих мужей, а народ подчинялся своему правителю. Его первая жена, которая любит и уважает его более всех, рада тому, что хан нашел себе новых жен. И сейчас она готовится, чтобы принять их у себя. Я правильно понял смысл того, что хотела сказать жена хана? Все верно. Именно так и передай хану. Не трогайте меня! Я хочу умереть вместе с моим клемменем! Сестра! По закону императора я должна умереть! Но ведь ты не передавала татарам секретные изведения! Нет, не передавала. Но только потому, что у меня не было такой возможности. Иначе я обязательно обо всем рассказала бы своим татарам, которые родили и вырастили меня. Если я сегодня приму твои почести и забуду о своих родных и близких, то я ради выгоды забуду свой долг и превращусь, как сказал хан, в ядовитую змею. Ты винишь меня за то, что я убил своих врагов татар? Ты не должен был делать этого! Позволь мне дать тебе один совет в качестве оплаты за прошлую ночь. Говори. Ты хочешь править степью, не так ли? Тогда ты должен отпустить этих татар! Что ты понимаешь, женщина? Я понимаю. Я знаю. Когда Джамуха и Таргутай сварили в котлах 70 пленных, ноги отвернулись от этих двух тиранов. Если сегодня ты убьешь всех этих татар, ты станешь таким же тираном, как Джамуха и Таргутай. И тебя будет ждать их судьба! Как ты смеешь проклинать меня? Знаешь ли ты, как на протяжении столетий велись войны в степи? Я хотела сказать тебе об этом, потому что увидела в тебе героя степи. Хан, если ты не убьешь этих врагов, которые посмели оказать тебе сопротивление, возможно, ты не устрашишь своих соперников. Но убив тех, кто сдался тебе, ты заставишь своих врагов сопротивляться еще более ожесточенно. Восстановишь против себя тех, кто, возможно, хочет присоединиться к тебе. Все поднимутся на войну с тобой. Убив своих пленных, ты убьешь своих воинов и свой народ. Сестра Исуй, я пойду с тобой. Шиги Худуху, а ты-то что собрался делать? Я ведь тоже татарин. К тому же я мужчина, татарин выше колеса повозки. Чепуха, ты приемный сын моей матери, мой приемный брат. Ради нашей матери, позволь и мне сказать тебе кое-что. Я хочу спросить, Хана. Во время этой резни татар ты потерял больше воинам, чем в сражении с Джамухой, так? Это была плата за неразумный поступок. Сестра Исуй сказала правильно. Ты ведешь войну одну за другой, чтобы отомстить своим врагам. Так чем же ты отличаешься от Тимуджин Уге, Исугая, Джамухи, Тохта-абики, Мивуджин Сяулит и Женбухе, который только что умер? В моем сердце живет другой Тимуджин. Ты должен лететь выше и видеть дальше, чем все остальные. Тимуджин, отдай приказ. Как ты хочешь, чтобы нас убили? Тимуджин, отдай приказ. Я хочу победу над татарами. Все до дна! Джаме, отправь пленным татарам молочной водки. Да побольше отправь. Пусть они напьются. Есть. Давайте, попьем еще. Эй, татары! Поднимайтесь. Выпейте молочной водки. Ваша Женбухе уже мертв. Значит, больных овец стало на одну меньше. Вы теперь подчиняетесь нашему хану. Разве это не хорошо? Ладно. Кто вы такие? Что за люди? Кем вы были для Женбухе? Самыми близкими ему людьми были его домашние слуги. У вас же теперь новый хозяин. Но жизнь ваша останется прежней. Наш хан сказал принести вам молочной водки. Если у вас на душе радость, выпейте и веселитесь. Если на душе плохо, утопите печаль в вине. Все равно вина нет разделения на друзей и врагов. Всем, кому хорошо, пейте сколько душе угодно. Эй, генерал, куда вы дели мою дочь? Куда вы ее отправили? Твою дочь кто-то увел? Не может быть. Хан сказал, что трофеи будут разделены поровну после сражения. Нет, ее точно увели. Воин лет 30. Похоже, Нукер Хана увел ее. Не беспокойся. Я старший племени. Только покажи мне этого мерзавца, который увел твою дочь, и я разберусь с ним. Ладно, пошли со мной. Челаун, пойди, под... А какая же хорошая весть? Хан не послушал добрых советов его генералов и, пораженный красотой двух татарок, взял их себе в жены. Ты уже сообщил мне эту плохую весть? Нет. Плохая и хорошая весть – одна и та же весть. О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Раньше Хан любил лишь одну тебя. Сейчас же он любит двух других женщин. Это плохая новость для тебя. Раньше ты одна заботилась о Хане, теперь же о Хане заботятся еще две другие женщины. Разве это не хорошая весть? Но я не хочу, чтобы другие заботились о Хане так же, как я. Что сделано, то сделано. Если жена Хана продолжит плыть по течению человеческих чувств, Хан будет еще больше уважать вас за великодушие. Ваш статус первой и главной жены никогда не изменится, и это хорошо. Но если вы будете сопротивляться тому, что Хан взял к себе новых жен, возможно, вы сможете остановить его. Но в ответ он возненавидит вас за то, что не получил того, чего хотел. А это для вас будет плохо, ничего не может быть хуже этого. Это Хан попросил тебя поговорить со мной? Нет. Хан просил других, но все они не захотели брать на себя это дело, и я вызвался сам. Почему же ты вызвался рассказать мне об этом? Потому что ты мать четырех сыновей Хана, и я не хотел бы видеть, как портятся ваши отношения с Ханом, потому что из-за этого пострадает весь монгольский народ. Значит, неважно, согласна я или нет, ничего уже не изменить? Спасибо. 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 Ваша милость, не стоит держать в себе обиду. Выплесните ее сейчас. Мухали, возвращайся назад и скажи хану. Я знаю, что передать хану. Я передам хану, что его жена считала уверенным, что твои обещания и заветы предков правильны и достойны усилий для их осуществления. История – книга, которую пишут победители. Но в этой книге должны присутствовать не только восхваления победителю, но и сострадание к побежденному, которое порой может вызвать настоящее уважение и восхищение к победителю. Чингисхан Главный руководитель проекта – Джан Гуамин. Идея – Гэццзянь. Сценарий – Шу Чжи Сянь, Чжу Яутин. В главных ролях – Ба Лин, Са Жэнь Гауа, Чжао Хэнь Сюан. Главный оператор – Гэ Жи Ту. Постановка трюков – Цзэ Вэй Чун. Музыка – Джан Чаньи. Главный продюсер – Батыр. Режиссер – Чжу Вэнь Цзэ. Двенадцатая серия За нашу победу над татарами! Все до дна! Джан Мэ, отправь пленным татарам молочной водки. Да побольше отправь, пусть они напьются. Есть! Давайте, кипим еще! Эй, татары! Поднимайтесь! Выпейте молочной водки! Ваш Желин Бухэ уже мертв! Значит, больных овец стало на одну меньше! Вы теперь подчиняетесь нашему хану! Разве это не хорошо? Ладно. Кто вы такие? Что за люди? Кем вы были для Желин Бухэ? Самыми близкими ему людьми были его домашние слуги. У вас же теперь новый хозяин. Но жизнь ваша останется прежней. Наш хан сказал принести вам молочной водки. Если у вас... Пойдем его скорее. Хорошо. Генерал Мухаали. Приветствую тебя, жена хана. Генерал Мухаали, спакал сыночь, торопился к нам. Что-то случилось? Говори. Почему ты молчишь? Что-то с ханом? Хан чувствует себя превосходно. Значит, что-то с детьми. Ваши дети тоже в порядке. Что-то случилось с одним из генералов? Нет. Тогда в чем дело? Скажи, наконец. Мухаали. Ты ведешь себя странно. Ты возвращаешься раньше остальных. Говоришь, что хочешь сообщить мне нечто важное, а потом молчишь? Вы двое, оставьте нас. Мухали. У тебя какое-то тайное сообщение. У меня есть хорошая и плохая весть для жены хана. Я не знаю, с какой мне начать. Хорошая весть радует, плохая печалит. Если сначала услышать хорошую весть, значит, печаль сменит радость. Если же сначала выслушать плохую новость, тогда радость сменит печаль. Начни с плохой вести. Хан не послушал добрых советов его генералов и пораженный красотой двух татарок взял их себе в жены. Что? А какая же хорошая весть? Хан не послушал добрых советов его генералов и пораженный красотой двух татарок взял их себе в жены. Ты уже сообщил мне эту плохую весть. Нет, плохая и хорошая весть – одна и та же весть. О чем ты говоришь? Я тебя не понимаю. Раньше Хан любил лишь одну тебя. Сейчас же он любит двух других женщин. Это плохая новость для тебя. Раньше ты одна заботилась о Хане, теперь же о Хане заботятся еще две другие женщины. Разве это не хорошая весть? Но я не хочу, чтобы другие заботились о Хане так же, как я. Что сделано, то сделано. Если жена Хана продолжит плыть по течению человеческих чувств, Хан будет еще больше уважать вас за великодушие. Ваш статус первой и главной жены никогда не изменится, и это хорошо. Но если вы будете сопротивляться тому, что Хан взял к себе новых жен, возможно, вы сможете остановить его. Но в ответ он возненавидит вас за то, что не получил того, чего хотел. А это для вас будет плохо. Ничего не может быть хуже этого. Хорошо. Мы часовые все здесь. Смотри сам. Екечелян, подойди. Смотри, это он? Это вопрос жизни и смерти, поэтому хорошо смотреть. Не разговаривать. Екечелян, смотри внимательно. Это он или нет? Немного похож. Что? Но ростом тот, кажется, был пониже. Посмотри на других. Вот он. Это он? Вот это он украл мою дочь. Челаун. Что ты можешь сказать в ответ? Я? Мне нечего сказать. Брат, однажды ты спас Хану жизнь. Если тебе нужна женщина, просто попроси Хана найти для тебя одну. Зачем же нужно было воровать женщину? Ничего не поделаешь, я должен тебя арестовать. Хорошо, не стоит церемониться. У меня много недостатков, но вежливость не относится к ним. Где его дочь? Этого я тебе не могу сказать. Эй, да ты, наверное, еще не знаешь, что мы можем сделать с тобой, чтобы ты заговорил. Ладно, заприте его пока. Пусть Хан завтра сам определит для него наказание. Уведите его. Да. Хедаан, вставай скорее. Ты кто? Кто ты? Я татарка. Как ты сюда попала? Хан. Это я позволила ей войти. А, Хедаан. Так это ты все подстроила? Да. Как тебя зовут? Я сегодня дешеврить снаружи. Я? В чем дело, Хан? Что случилось? Вот он. Это он? Это он украл мою дочь. Челаун. Что ты можешь сказать в ответ? Я? Мне нечего сказать. Брат, однажды ты спас Хану жизнь. Если тебе нужна женщина, просто попроси Хана найти для тебя одну. Зачем же нужно было воровать женщину? Ничего не поделаешь, я должен тебя арестовать. Хорошо. Не стоит церемониться. У меня много недостатков, но вежливость не относится к ним. Где его дочь? Этого я тебе не могу сказать. Хэй, да ты, наверное, еще не знаешь, что мы можем сделать с тобой, чтобы ты заговорил. Ладно, заприте его пока. Пусть Хан завтра сам определит для него наказание. Увидите его. Хэдаан, вставай скорее. Ты кто? Кто ты? Я татарка. Как ты сюда попала? Хан. Это я позволила ей войти. А, Хэдаан. Так это ты все подстроила? Да. Как тебя зовут? Я сегодня дежурит снаружи. Это я? В чем дело, Хан? Что случилось? Передай старшему в племени, Джалме, чтобы без моего приказа никого не впускали. Есть. Я обидела Хана. Хорошо, Хана, наказать меня. Не бойся. Я не буду наказывать тебя. Ты очень красива. Скажи мне, какой титул ты бы хотела получить? Хан, я твоя пленница. Ты очень красива. Скажи мне, какой титул ты бы хотела получить? Хан, я твоя пленница. Какой же титул я могу хотеть? Позволь мне быть твоей простой служанкой. Я почту это за честь. Только вот мой отец, Якочилян, он второй после вождя Желенбуха человек в татарском племени. Я не убью его при условии, если он сдастся и будет честно служить мне. Я даже могу сделать его своим генералом. Спасибо, Хан. Хорошо. Отныне ты моя жена Ясукан. Благодарю, Хан. Хан, у меня еще есть старшая сестра. Сестра? Что с ней? Она красивее и умнее меня. Она действительно заслуживает того, чтобы стать женой Хан. В самом деле? Ясукан не посмеет преувеличивать. Хорошо. Я сейчас же отправлю людей найти ее. Но когда ее найдут, тебе придется уступить ей свое место. С позволения Хана я поступлю именно так. И уступлю сестре почетное место. У тебя не только красивое, как цветок, лицо, но и доброе сердце. Иди ко мне. Хан, ты только что мне пообещал. Хан, Хан. Джалме, объяви мой приказ. Среди пленных татар найти девушку по имени Ясуй и немедленно привезти ее ко мне. Есть, Хан. Вчера вождь татар Якичелян обвинил одного из твоих нукеров в том, что тот украл его дочь Ясуган. Знаю. Приведите мне этого Якичеляна. Я должен познакомиться со своим родственником. Хан, к чему такая спешка? О, да. Я понял. Если понял, так выполняй быстрее. Хабилай, в чем дело? Хан приказал найти среди пленных татар девушку по имени Ясуй. Ты станешь таким же тираном, как Джамуха и Таргутай. И тебя будет ждать их судьба. Как ты смеешь проклинать меня? Знаешь ли ты, как на протяжении столетий велись войны в степи? Я хотела сказать тебе об этом, потому что увидела в тебе героя степи. Хан, если ты не убьешь этих врагов, которые посмели оказать тебе сопротивление, возможно, ты не устрашишь своих соперников. Но убив тех, кто сдался тебе, ты заставишь своих врагов сопротивляться еще более ожесточенно. Восстановишь против себя тех, кто, возможно, хочет присоединиться к тебе. Все поднимутся на войну с тобой. Убив своих пленных, ты убьешь своих воинов и свой народ. Сестра Ясуй, я пойду с тобой. Шиги Худуху, а ты-то что собрался делать? Я ведь тоже татарин. К тому же я мужчина, татарин выше колеса повозки. Чепуха, ты приемный сын моей матери, мой приемный брат. Ради нашей матери, позволь и мне сказать тебе кое-что. Я хочу спросить, Хана. Во время этой резни татар ты потерял больше воинов, чем в сражении с Джамухой, так? Это была плата за неразумный поступок. Сестра Ясуй сказала правильно. Ты ведешь войну одну за другой, чтобы отомстить своим врагам. Так чем же ты отличаешься от Тимуджин Уге, Исугая, Джамухи, Тохта Абики, Мивуджин Сяулит и Женбухе, который только что умер? В моем сердце живет другой Тимуджин. Ты должен лететь выше и видеть дальше, чем все остальные. Ты должен лететь выше и видеть дальше, чем все остальные. Тимуджин! Я знаю, что монголы помнят и доброе, и плохое. Я твой враг. Я причастен и к убийству Ханамбагая, и к отравлению Ясугая. И я готов оплатить своей кровью этот долг. Лишь об одном прошу тебя. Не губи моих людей и моих дочерей. Отец! Исуй. Исуган. Тимуджин мудрейший, величайший правитель степи за последнюю тысячу лет. Так пусть же моя смерть не повлияет на вашу преданность ему. И тогда я умру без сожаления. Исуган. Отец! Отец! Внесено лишь одно изменение по сравнению с прошлыми годами. Генералы и главы родов, допустившие серьезные просчеты и ошибки, не допускаются на Курилтай. Сейчас я попрошу Доритая покинуть наше собрание. Меркиты, которые украли мою жену и вторую жену моего отца, были уничтожены ханом Таарилом. Жаль, что их главному генералу Тахта-Абеки и его сыну Худу удалось бежать к Найманам под покровительство хана Тайяна, и у меня нет возможности их наказать. Но вечное небо было благосклонно к нам. Мое копье Сулудина настигло вождя татар Жалинбухэ. Вы знаете, почему каждому из вас я отдал пленных татарам? Скажи, Шучитай. Для того, чтобы распределить трофеи среди воинов, наградить их по заслугам и воодушевить их на будущие подвиги. Нет, разве ты забыл, что сказал мой отец Ясугай, которого отравили татары перед своей смертью? Я помню. Он сказал, однажды мои потомки отомстят за меня. Они убьют всех мужчин татар ростом выше колеса повозки. Я помню. Бельгутай, как ты думаешь, как мы должны поступить? Я? На поле сражения я убиваю врагов, не моргнув глазом. Но убивать безоружных пленных у меня рука не поднимется. Да? Но когда ты напал на Мергитов, кажется, ты убил немало невооруженных пленных. Дядя Бельгутай, только подумай о том, что татары убили троих наших предков, и тогда ты сможешь покончить с ними. Брат, не волнуйся. Мы твои братья поможем тебе. Хорошо. Мы должны покончить с этим делом в период от полуночи до завтрашнего утра. Слушайте мой приказ. Действуйте организованно. Никому не позволено проявлять мягкость и нерешительность. Никто не должен проговориться о нашем плане. Если хоть одному татарину удастся избежать смерти, это будет рассматриваться как предательство по отношению к нашим праотцам. Отец, в чем дело? Иди за мной. Хан только что созвал Торилтай. Отец, хан благоволит. К тебе и ко мне. Нам не нужны неприятности. Нет, дочь моя. Даже если ты получила все...